Всем добрый день. Студия Школы Здравого Смысла продолжает свою работу. Сегодня у нас в гостях наш друг, европейский друг, которого представит ректор школы Александр Горонович Ибрагимов. Друзья мои, мы рады вас приветствовать в нашей студии. Видите, какие удивительные возможности нам предоставляет современные технологии. Мы сегодня вместе с вами побываем в Бельгии, в замечательном городе Дендермонт, в гостях у нашего друга, товарища, соратника, Криса Романа, человека, который основал замечательную совершенно организацию, которая называется «Еврорус». И мы находимся сейчас, скажем так, в офисе этой замечательной компании, которую ратуют за сближение с Россией, Европой и Россией. И мы это всячески поддерживаем. Кроме того, здесь же находится, насколько я понял, офис общества ДНР в Бельгии, то есть Донецкой Народной Республике в Бельгии. И к нашей, опять-таки, радости, вот все хорошее, Крису как-то вот стекается. Здесь же открылся и офис организации «Русь Единая». Это белорусская организация, которая ратует за единство всего нашего пространства. Крис, здравствуй, дорогой, мы рады видеть. Ничего, что я на «ты» сразу перешел, но мы друг друга уже давно знаем, мы уже давно на «ты», поэтому, дорогие слушатели, извините, это будет больше соответствовать формату нашей сегодняшней встречи. Крис, у меня к тебе, на самом деле, очень много вопросов. И по нынешней ситуации, и вообще по перспективам. Ты человек, который живет не только сегодняшним днем, но и будущим. Но прямо перед началом эфира Владимир Викторович сказал, что у него есть какой-то очень важный вопрос тебе, поэтому я предоставляю сначала, возможно, Владимиру Викторовичу его задать. Потом я увлекусь, забуду, и мы этот вопрос не зададим. Пожалуйста, Владимир Викторович. Крис, у меня вопрос следующий. Я сегодня включил «Евроньюз» и показывают, ну, события в США все знают, там протесты, полиция, бунт, и не знаю, перерастет ли это в полноценную гражданскую войну или нет, время покажет. Но меня удивило следующее. Сегодня в «Евроньюз» показали, что ваши соседи, французы, тоже вышли на улицу, часть населения, тоже в поддержку происходящего в США. Поэтому у меня вопрос следующий. Прокомментируй, пожалуйста, почему французы подключились, как у вас в этом отношении в Бельгии, тихо ли, спокойно ли. И прогноз, если возможно, чем это закончится в Америке. Ну, первый пункт, потому что это очень важный вопрос сегодня. Если я могу начинаться, где мы начинаемся, да, хорошо. Первый пункт, мы уже живем пару месяцев, как это, вера, как это, в моменте называется карантин, коронавирус. У нас есть везде на планете есть коронавирус, и там есть карантин везде, везде, кроме Белоруссии, дай бог. Но почему карантин, почему коронавирус, это не просто так, потому что, это большой ответ, извините меня, это, да, потому что полтора года назад мой один друг Бельгии, экономист, сказал, кризис через год, полтора года будет большой кризис. Когда? Следующий год, летом или осенью. Это значит этот год. Ну, конечно, это моя теория. Почему коронавирус, я верю, это искусственный вирус, это не просто так. Мы знаем, что США имеет много, как это, лабораторий, химических лабораторий, конечно. Если сейчас это мировая кризис, капиталисты могут сказать, ох, это не мы, это вирус. И масса полегче верит, что если это вирус, мы дома, и кризис мы чувствуем, конечно, но это не банкирии, это вирус. Но, что я вижу, что наш господин Джордж Сорос, он уже видел, что коронавирус не имеет такой результат, что мы ожидали. Потому что есть тоже плюсы. Конечно, извините, я так говорю, есть несколько плюсов, да, конечно. Но, потому что коронавирус не работает, надо другая борьба. Потому что мировой капитал хочет везде конфликт, везде революция, потому что во время революции мы все можем делать. То есть революция коронавируса не работает или не очень работает. Результат сейчас надо рациальный конфликт. Извините слово. Я понял. Гриф, чтобы я уточню просто, чтобы было понятно слушателям, я иногда буду так вместо разговоров, чтобы сконцентрировать их именно на этой мысли. То есть мысль номер один. Коронавирус, запущенная, скажем так, пандемия, результата того, которого ожидала мировая элита, не достигла. И поэтому сейчас идет развитие другого сценария. То есть расовой напряженности для проведения каких-то, значит, или для столкновений вот на межрасовой почве и приведения ситуации к революционным действиям. Я правильно сформулировался? Это очень правильно. И что я хочу добавить, очень важно. Мы знаем, мы все люди, да, ваша школа, как это здоровье, смысл, да, вы знаете, что Бог создал человек, я думаю, что везде есть хорошие люди и плохие люди. Мы знаем, есть хорошие, как это, европейцы и плохие, есть хорошие, черные люди и плохие, везде. Об этом пункте мы согласны, я думаю, да. Но что мы видим, это такой-то бандит, это Джордж Флойд, да, он преступник, он уже много сдирал, которые не очень хорошо. Эти менты, извините, это полиция, полиция уже, я говорю по-русски, да, полиция США уже знает, ой, такой-то бандит, очень опасно. Второй пункт, они знают, если они кричат на улице, даже большой, крупный бандит, если он на полу, и он, с первой секунды, он говорит, полицист, вы не будете арестовывать меня, конечно, это нормально, что полиция будет по-русски, в России это тоже, и в Бельгии тоже, но, и они знают, если они кричат, очень громко, помоги, помоги, очень быстро, будет такой-то айфон, с камерой, и потом он будет жертва, а это такая-то тактика, ну, конечно, второй вопрос, ваш вопрос тоже, если мы видим, что на планете есть сразу такая-то революция, это значит, бардак в США, бардак во Франции, как бы я сказал, и, извините, в Голландии тоже, в Бельгии тоже, уже был город Мехерон, недалеко, тоже люди собрались против расизма, и так далее, это значит, кто организатор, организатор, это американский, это, конечно, это Джордж Сорос, может быть, может быть, прямо, или как это, не прямо, но так, директ или индирект, но мы знаем, что сейчас антифа в Европе и в США, они, как это, они, как это, они агенты Сороса, сейчас, потому что, что я читал, ага, белая антифа помогает черных, ага, это расисты, как это, по-русски, так, у расистов так, ну, хорошо, конечно, это не так, я думаю, что, что я уже предсказал, фу, 20 лет назад, однажды, везде будут, такая-то, как это, этнические конфликты, и сразу хочу добавить, что этнические конфликты, это очень, это как гражданская война, это очень, очень жестко, очень плохо, потому что, убить, или бить, или убить кого-то, потому что, он черный, бывает, да, это плохо, или убить, убить людей, потому что они белые, как в Южной Африке, это тоже плохо, это ужасная система, да, где кончается, эта ситуация, я пока не знаю, я могу предсказать, но, я думаю, лето будет, это будет горячее лето, потому что через коронавирус, и карантин, я ожидаю, пока мы не знаем, но ожидаю, что много, как это, иммигранты, которые живут, например, в Бельгии, в Брусселе, каждое лето, они два месяца, в Марокко, в Тунисе, и так далее, они два месяца, и поэтому летом в Брусселе спокойно, но, там много меньше преступников, но, если они не могут ехать, путешествовать до Африки, они будут, как в турме в Брусселе, я думаю, эта этническая война, будет продолжаться, даже в Брусселе, во Франции, везде, да. У меня вопрос, Крис, такого плана, ну, вот смотри, я слушал сообщения, связанные с Соединёнными Штатами Америки, вообще-то, говорят, многие исследователи, да, специалисты, они говорят о том, что фактически на наших глазах разрушилась та социальная модель, которую пропагандировали Соединённые Штаты Америки, и которая до определённого момента нам казалась положительной, и многие с неё, с этой модели брали пример. Но сейчас, вот оставив в стороне США, всё-таки в Европе, Европа, или вот, как говорят там, старый мир, там, но Европа всё-таки является носителем высоких гуманистических традиций. Гуманизм родился в Европе. Ну, как течение, да, то есть в эпоху просвещения появились вот эти вот гуманистические большие школы, да, европейские. Да. Европа была первой, скажем так, ну, во всяком случае, в Западной Мире, кто попытался объединиться, и объединиться на надрасовой и надэтнической платформы, то есть стать в положении над этносами, над расами. И вроде бы, здесь тоже был успех. По твоему мнению, в настоящее время на самом лиде европейское единство находится в кризисе, и его будущее туманно. Или же все-таки это временный этап, и мы, когда выйдем из коронавируса, все опять восстановится и вернется, как это было там год тому назад, два года тому назад и прочее. Вопрос понятен, да? То есть какое будущее общеевропейского единства? Ну, я думаю, что, конечно, в Евросоюзе есть большая кризис. И много людей, особенно правые люди, как Ле Пен, и так далее, они сказали, что Евросоюз не работает. Не работает. И что мы видим сейчас во время коронавируса, во время карантена, каждая, как это, каждая европейская страна решила для себя. Например, Франция решила, что интересно для ее, и что Бельгия, и что интересно для Бельгии, по-русски, как это, не интересно. Каждая страна решила для себя. Что мы видим, что в Евросоюзе у нас уже очень много времени, я не знаю, 20, 30, 40 лет, я даже не вспомнил, что у нас есть граница. Это значит, я могу путешествовать от Польши до Португала без границы. Без. Это такая зона. Это открытая зона. И, конечно, для нас это хорошо, почему нет? Ну, что мы видим, что в Евросоюз у нас есть опять граница. Это значит, я пока не могу ехать от Бельгии до Голландии. Не могу. Граница закрыта до Германии. Извините, сейчас это неделя, может быть, что такая-то граница открывается, конечно. Это не вечный. Но что мы видим, что Евросоюз не существует в сердце. Если мы погуляем на улице, мы спрашиваем, дорогая бабушка, что вы думаете о Евросоюз? Она даже не понимает, что это. Для нас важно это или региональный, например, я живу во Фландре, региональный во Фландре или Бельгия. Но даже Евросоюз, что это? Это какой-то парламент, который никто не знает, что они там делают, кроме болтать, потому что там сил нет. Ответ на вопрос, я думаю, есть большой шанс, большой шанс, что Евросоюз не будет выживать этот кризис. Не будет. Потому что мы знаем, что уже давно, 10 лет назад, Меркель, пока она была в начале, некрасивая в начале, но она уже подготовила половину по секретной, как это, северный дочерк, северный марк. Марк это бывшие немецкие деньги, Марк, дочерк, Марк. Если Евросоюз падает, это значит, они уже готовы. И они строят между с ними такой-то северный рынок. Они уже готовы. Что готовы? Я тогда вот в этом плане хочу точниться. То есть по той информации, которой ты располагаешь, в принципе, в ведущей стране Евросоюза уже проведена подготовка к переходу на национальную валюту и отказу от евро. Я правильно понял? Эта идея, это живая идея сейчас. Потому что мы знаем, что евро это как алпинисты. Например, 15 алпинистов. Если один делает ошибку, и он падает, там есть веревка или трос. Там есть какой-то трос и другие он не падает, потому что другие помогают. Иди сюда. Евро это также. Это значит, если одна страна немножко падает, другие помогают. И это очень хороший принцип. Очень хорошо. Но что происходит, если 15 алпинистов и 12 гулять как добили? Эти три, которые серьезные алпинисты, они тоже падают. Это проблема сейчас в Европе, потому что Европа это у нас есть два стандарта. Это значит Северная Европа работает, платит налог, работает серьезно и так далее. Южная Европа это значит Испания, Италия, Греция и так далее. Это коррупционеры везде. Никто платит налог и они получают деньги и получают деньги. И конечно в Европе сейчас есть такой тенденц почему мы платим за них. Потому что деньги в кармане везде, но не у народа. Нет. И поэтому Англия уже сказала без нас. Потому что Европа почему это конечно другой вопрос. Европа хочет больше и больше уничтожать семьи. У нас на экране постоянно я могу показать вас постоянно голубые трансгендеры и так далее. Постоянно даже в Европарламенте уже трансгендеры. Зелёная партия. И Бельгия это трансгендер в Европарламенте. Ну и второй пункт тоже уничтожат наши корни. Это смысл. Наши корни уничтожат через массовой иммиграции. И Англия уже сказала массовой иммиграции нам заколомал по-русски. И поэтому. Но Англия это первое домино. Второе место. У меня всё это сидит. про Англию сейчас просто помянул. Я вчера разговаривал со своим близким другом. Он живёт в Англии. Вот мы с ним говорили по телефону. И он сказал, что это не его мнение, а настроение в Англии среди народа такое, что они полностью разочарованы в системе управления. То есть они разочарованы в кабинете министров, в парламенте. Она, эта система оказалась неэффективной в условиях такого большого кризиса. у меня в связи к тебе вопрос. А как допустим в Бельгии отношение всё-таки к власти и к тем мерам, которые они принимают. Я тебе для примера скажу, в Москве очень большое количество людей недовольны тем, что делает мэр, допустим. Хотя есть и согласные. И говорят, что эта система неэффективна. А в Бельгии в настоящий момент как? То есть вы поддерживаете правительство, не поддерживаете. Будете ли вы дальше идти, как оно указывает? Есть ли какие-то на этом высоком уровне варианты выхода из кризиса? Очень сложно. Выход из кризиса это очень сложно, потому что это не бельгийский кризис. Это мировой кризис. Мировой. Это как у меня такой интересный как это я могу сказать экономический друг господин Катасонов, если вы знаете его. Он мне сказал на митинге это как будто у нас есть дом и печка на улице холодно печка работает. Но если у нас окно и дверь нет, даже если печка на позиции 100 градусов это бессмысл. Да, это значит Бельгия может делать что хочет. это я думаю ничего не изменяет кроме 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 и это очень революционарно если Бельгия опять делает как 200 лет назад. Это значит граница закрыта, бельгийский франк, наша еда это значит помогают наши фермеры это очень важно потому что Евросоюз это был как Мастрихт в 92 году соглашение Мастрихта и там они подписали что мы будем уничтожать наши фермеры в Европе и все импортировать от США это так это секретная клаузура секретная фраза там они добавили и надо конечно наши фермеры надо энергия не забывайте сейчас очень дорого но в Бельгии есть как в Донбассе в Бельгии есть угол много сейчас очень дорогой потому что заплата дорогой но я не знаю если однажды надо мы можем использовать это я не знаю я тоже не специалист энергии но это просто идея потому что они все сделали что никакая страна может сейчас жить индивидуально например в Бельгии очень хорошо мы говорим это хай-тек высокотехнология хай-тек хай-тек извините да потому что это технология где мы говорим с компьютером как у вас Алиса это фламандская технология который Америка украла от нас они атаковала компания потом купили компания и технология из технологий они сделали эшелон в США об этом это тоже наша тема об этом хорошо но у нас фермеры нет потому что это постоянная проблема с ними налог а если мы смотрим например амбассоны фермеры как это люди которые работают перекрест перекрест если мы смотрим кто делает самое больше самоубийство это у фермеров сейчас процент это у фермеров у нас они самоубийство очень много потому что у них будущего нет ну хорошо другой пункт я думаю что если мы хотим что-то делать конечно надо такой-то европейский союз проблема это не этот европейский союз этот европейский союз это просто это агент США первый пункт агент США мы все делаем что США хочет например санкции против России Евросоюз это делает потому что США хочет наоборот США продолжает делать бизнес в России да Европа говорит стоп конечно Европа это тоже НАТО здесь это европейская часть НАТО если мы смотрим кто у НАТО кто у Евросоюза это почти это почти 100% да так и так 6 стран имеют ядерное оружие против России потому что Америка это хочет результат это 6 стран тоже Бельгия медсел русские специалисты в Москве мне сказали Крис извините но там ядерное оружие если однажды есть конфликт это цель таргет цель это 100 км от меня это значит я не спросил эти ракеты против России я не спросил я даже не хочу но если Россия будет однажды бомбить это цель потому что это война я буду жертвой из чего за США даже не за Бельгии за США меня позиция неинтересна я думаю второй пункт если мы смотрим и это прогноз и мы знаем прогноз как это мадам Солей это как это предсказать очень сложно конечно но представьте себе что Евросоюз скоро капот представь да мы вернемся Дольче Марк Бельгийский Франк Итальянская Лера и так далее сейчас через карантин много страны видели у нас есть опять граница без коронавируса нельзя подумать даже через коронавирус опять граница и мы можем опять блокировать например массовую иммиграцию много будет опять много будет не удалять граница конечно и таможники и так далее но представьте себе что мы живем как 40 лет назад 50 лет назад нет Евросоюза это конечно будет не очень комфортно и этот момент если Россия будет играть очень умный для меня Путин умный он хороший джидука как на русском например потом и потом Россия не говорит с Евросоюзом но с Бельгией с Францией и так далее и каждый раз как это билатеральный каждый раз каждый раз наконец каждая европейская страна имеет соглашение с Россией и больше не в США потому что в США там есть внутренний бардак это значит скоро скоро американская армия не может оккупировать мир но американская армия должна освободить Америка от как это от бардаков и так далее например они будут занят там это значит тогда мы можем строить такой-то Евросоюз но это называние будет плохо потому что это будет союз Берлин Париж Берлин Москва кто сказал Киссингер или Сорос или Бразинский если где-то есть большой кризис не потеряй этот хороший момент надо использовать это это хорошая мысль это хорошая мысль и мне понравилась мне понравилась мысль про то что Париж Берлин Москва это на самом деле такая хорошая была бы связка но я просто хочу Крис тебе напомнить что основоположники геополитики там в том числе и Макиндер они как раз таки против этого они когда свою политику устроили они сказали ни в коем случае этого не допустить союза потому что они понимали прекрасно что если это состоится то и США и Англосаксы они уйдут на второй план да пожалуйста Владимир Викторович вас не слышно Владимир Викторович Крис у меня вопрос Союз Берлин Париж Берлин Москва а дальше Пекин Пекин Токио конечно я думаю что можно спокойно добавить Пекин и даже как это Тегеран даже Тегеран потому что это очень это старый союз Тегеран это как по-русски Персия Тегеран Персия это Персия они не Аравия это Персия это очень важная страна очень важная конечно но я я думаю экономический союз Париж Берлин Москва работает потому что у нас есть везде более менее европейские корни индоевропейские корни если мы хотим добавить как союз как Евросоюз и как Евразийский союз добавить Китай не работает потому что у них есть другая культура и это хорошо мне нравится если везде есть другая культура мне очень нравится но как это сотрудница это значит соглашение конечно абсолютно за сейчас Россия это такая цивилизация и Китай другая цивилизация сейчас у них есть форма дружба это работает очень хорошо почему нет но Китай решает что она хочет решить у них и Россия решает думать что Россия хочет решать и мы не мешаем другу внутри я могу добавить что-то вы знаете что Евросоюз сейчас решает 80% наших законов это значит если Бельгия хочет решить например у нас иммиграция стоп у нас будет штраф от Евросоюза и санкций поэтому люди тоже против Евросоюза поэтому идея как Евразийский союз где это больше хорошо работает потому что Россия не мешает например Казахстану что происходит внутри внутри это ваше дело не наше внутри это я думаю это лучший вариант но ваш вопрос я думаю да и даже на будущее надеюсь что Токио можно добавить если мы строим Париж это конечно мечта можно мечта да можно такой-то ос однажды Париж Берлин Москва Тегеран Пекин Токио смотрите такая ос это значит что третья мировая война не будет потому что кто хочет атаковать нас это очень интересно если мы строим Евразийский союз это значит север вместе и дальше мы решим хорошо потом да такой большой Евразийский союз это от Лизбона до Почтана до Токио хорошо почему не почему нет у нас есть 70% населения на земле 70% у нас большинство количества ядерных оружий самая лучшая армия самая большая ресурсы на земле это значит что американский дипстейт и диспанс да потому что больше никто дипстейт это глубокого государства да глубинное государство советском союзе сказали как Маккендер он хорошо понял что союз даже Берлин Москва это очень опасный союз для англосаксонов потому что что происходило раньше там был по-русски это таласокрасия таласокрасия это значит это власть которая доминирует океан это была Англия конечно поэтому Англия была сильной потому что они они доминировали океане везде 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 но однажды такой-то как это умный человек он подумал надо строить поезд и сто лет побольше чем сто лет назад у нас были поезда раньше от Лондона Лондона до например Лондон до Константинополя извините сейчас Истанбул это было очень быстро на корабле и пешком это было конечно очень долго но однажды у нас была революция это значит поезды везде и конечно Берлин Москва на поезде это очень быстро и Маккендер он понял что у него есть корабль но раньше мы были быстрее сейчас мы не очень быстро надо что-то делать и как строить такой-то мир что Берлин и Москва не будут соединяться что этот поезд не ехать туда это конечно надо строить конфликт и поэтому и поэтому конечно меня очень жалко что я в сердце монархист в России в сердце даже что я уважаю часть Советского Союза тоже это дуализм почти ну да но Николай II он был наивный потому что во время Первой мировой войны он был наивный и почему англосаксонии сказали Николай если вы нам помогаете вы получаете без арабий и вы получаете Константинопол ну хорошо и он думал о круто у нас и спорт на юге что англосаксонии сделали революция убил а не убил царь да это тоже геополитика конечно но и сегодня мы видим сегодня это тоже важно мы видим что Меркел она я думаю может быть я ошибаюсь потому что Меркел не моя жена но я думаю что она в сердце не антирусский не русофил так она русским языком хорошо владеет она она на русской культуре и воспитывалась конечно она не она нормальная жизнь она попала в другие лапы в общем будем всех выдергивать Крис дорогой у нас к сожалению к большому заканчивается наше время в эфире мы очень благодарны тебе за эту беседу Владимир Викторович у тебя есть вопросы нет у меня вопросов нет у меня маленькая ремарка вот у нас в России можно часто слышать о том что в России не хватает настоящих буйных но думаю в Бельгии тоже настоящих буйных не хватает не хватает Крис спасибо от всех наших слушателей спасибо мы тебе до скорой встречи мы надеемся что все-таки границы откроют и ты к нам вернешься вернешься в Россию мы по тебе уже соскучились приезжай мы тебя будем ждать шашлык надо делать в Польше мы договаривались на шашлык поехать большое спасибо всего доброго шашлык